10 гениальных идей Николы Тесла, которые взорвут мир технологий Николу Тесла кто-то считает гением, кто-то мошенником, но в любом случае в блестящем уме и развитом воображении этому человеку отказать невозможно. Он предложил множество инновационных идей, некоторые нашли реальное применение, некоторые были названы современниками безумными или опасными для человечества. В нашем обзоре десятка самых гениальных идей ученого-фантазера. 1. Использование космических лучей Среди различных увлечений Тесла фигурировала идея освоения свободной энергии. 2. Свободную энергию можно получить из таких мест, как атомная энергия или лучистая энергия. И она могла бы обеспечить практически бесконечные ресурсы при минимальных затратах. Тем не менее, идея освоения свободной энергии рассматривается как лженаука большинством исследователей. Тесла считал, что если бы он мог построить работоспособную машину, чтобы использовать эту энергию, то энергетические проблемы в мире наконец закончились бы. Он даже запатентовал изобретение, которое было способно напрямую преобразовать ионы в полезную энергию. Но машина эта так и не была создана. 2. Электродинамическая индукция Тесла считают отцом переменного тока. Но сам он мечтал о мире, в котором была бы беспроводная сеть передачи энергии. Чтобы сделать это, он предложил создать всемирную беспроводную систему, которая будет состоять из башен Тесла, передающих электроэнергию без проводов по всему миру. Он доказал жизнеспособность своей идеи на наглядном примере, демонстрируя на публике зажженную лампочку, которая находилась в метре от катушки Тесла. Воплощать свою мечту Тесла начал, построив башню Вондерклифф в Нью-Йорке. К сожалению, строительство перестали финансировать после того, как банк-спонсор JP Morgan узнал, что Тесла планирует раздавать всем электроэнергию бесплатно. Если бы Тесла воплотил свою идею, то люди должны были получить бесплатную и неограниченную энергию, причем из полностью возобновляемых источников, не имеющих негативного воздействия на окружающую среду или людей. Третье. Холодный огонь. Тесла хотел отказаться раз и навсегда от использования мыла и воды в ванных комнатах. Под воздействием аномалий, известной как холодный огонь, человеческое тело находится под напряжением переменного тока в 2,5 миллиона вольт. При этом человек должен стоять на металлической пластине. Со стороны это выглядит так, как будто человек полностью окутан огнем. Этот метод работает благодаря проводимости человеческой кожи и, как правило, он эффективнее, чем мытье с мылом и водой. Также Тесла утверждал, что с помощью холодного огня человек не только очищается, а и получает огромный заряд бодрости. Об этом изобретении забыли из-за отсутствия финансирования. Четвертое. Теслоскоп. Еще одно изобретение Тесла – устройство для общения с инопланетянами. Ученый утверждал, что он смог несколько раз пообщаться со внеземной жизнью, используя свой теслоскоп. Также теслоскоп можно было использовать как гиперпространственный осциллятор, преобразуя космические лучи в энергию, которая может быть использована человеком. Этот прибор смог бы передавать огромное количество энергии в пространстве без учета расстояния. Правда, лишь немногие поверили Тесле, поскольку у него не было никаких доказательств этой теории. Тесла считал, что доказать существование жизни на Марсе можно, используя гигантские отражатели, установленные на поверхности Земли. Пятое. Луч смерти Теслы. Хотя многие изобретения Теслы могут показаться опасными, сам гений ненавидел войну и потратил массу времени и энергии на создание луча смерти, который был в состоянии предотвратить любую войну. Луч смерти представлял из себя ускоритель частиц, способный выстреливать лучом энергии на расстоянии более 400 километров. Тесла утверждал, что этот луч может расплавить двигатели и сбить любой самолет. На создание ему были нужны всего 2 миллиона долларов, но изобретатель таки не нашел денег. Когда Тесла попытался передать идею своему инвестору Джей Пи Морган, то банк отказался. Шестое. Управление погодой. Тесла полагал, что погодой на планете можно управлять, и плодородные сельскохозяйственные угодья могут быть созданы в любой окружающей среде путем использования определенных радиоволн, которые локально изменят магнитное поле Земли. Тесла получил множество патентов на свои изобретения по контролю погоды, и якобы доказал, что волны могут быть использованы для управления погодой. Некоторые теоретики заговора считают, что бумаги Тесла в конечном счете попали в чужие руки и используются сегодня, чтобы управлять погодой. Седьмое. Рентгеновская пушка. Над проблемой рентгеновского излучения работали многие ученые, в том числе и Тесла. Используя оригинальные конструкции рентгена, Тесла продолжил его эксперименты с рентгеновскими лучами. В это время Тесла очень близко подружился с Марком Твеном, который часто посещал салоны Тесла после того, как изобретатель вылечил его от запора. Твен и Тесла часто ставили эксперименты с рентгеновской пушкой, которую изобрел Тесла, пытаясь пробить пучком рентгеновского излучения лист бумаги, но сделать это им не удалось. Восьмое. Переменный ток. В 1882 году Никола Тесла переехал в Париж и начал работать с Томасом Эдисоном. Эдисон уже открыл постоянный ток, который, как он думал, решит проблему с электричеством всего человечества. С генератором постоянного тока было несколько проблем, и Эдисон пообещал 50 тысяч долларов Тесла, если тот сможет переделать генератор и исправить проблемы. Тесла выполнил свою часть проекта и передал Эдисону несколько патентов для решения его проблем. Однако, обещанных денег Тесла так и не получил. В результате он ушел от Эдисона и основал свою собственную компанию, и начал развивать новый вид электроэнергии, известный как переменный ток. Его открытие имело ряд очевидных и существенных преимуществ по сравнению с постоянным током. Эдисон был в ярости, узнав, что его ученик проводит свои собственные эксперименты, и предпринял все усилия, чтобы дискредитировать переменный ток. Эдисон стал утверждать, что переменный ток может привести к пожару и смертям. К счастью, ему это не удалось, и сегодня все пользуются переменным током. 9. Электрификация всего мира Тесла полагал, что можно осветить весь мир, позволив сократить потребность в электроэнергии. Он хотел использовать принцип разреженной газовой люминесценции, которая гласит, что определенные частицы газа испускают свечение, когда они возбуждаются энергией. Изобретатель планировал выстрелить сильным пучком ультрафиолетовой энергии в верхние части нашей атмосферы. Это должно было заставить частицы в атмосфере светиться по всей Земле, подобно северному сиянию. Тесла считал, что с помощью его метода можно предотвратить несчастные случаи, такие как с Титаником, но идеи изобретателя не поддержали. 10. Осциллятор Теслы Все состоит из атомов, и в каждом объекте атомы вибрируют на своей собственной частоте. Когда частота колебаний механической системы совпадает с естественной частотой вибраций атомов, система входит в резонанс. Примером может служить мост через пролив Токома, который рухнул, вводя в резонанс с сравнительно слабым ветром. Используя эту концепцию, Тесла разработал карманную машину, способную разрушить здание. При эксперименте с осциллятором начался странный шум, и вокруг машины начали змеиться молнии. Затем всё в его лаборатории начало летать вокруг машины. Тесла был вынужден разбить машину молотком, прежде чем рухнуло всё здание. Тесла думал, что его машина будет иметь возможность передавать механическую энергию в любую точку мира, используя телегеодинамику, а также считал, что она обладает целебными свойствами, если подобрать естественную частоту вибраций человеческого тела. Спасибо за внимание и за то, что смотрите ролики на моём канале LTDennisFacts. Понравилось? Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии и делитесь с друзьями. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»!